Всем привет, Майя 2018 и продолжаем эксперименты по этой программе, потому что информации очень мало на русском, поэтому только эксперименты, не уроки и никак иначе. Так, есть вот такой у нас персонаж загруженный и вот захотелось мне как в Blender 3D Max и в The Brush изменить по бериковому позу. Можно тут конечно вставлять кости, работать, всё это дело понятно. Кто смотрел другие ролики на канале в разных программах, ну вот есть здесь такая авториг. Вот есть персонаж и автоматически вставляет кости. Прикольная штука. Нажимаем на персонажа, смотрим что тут да как, жмём авториг. Сейчас всё это дело установят кости и можно будет чуть-чуть модель покрутить, повертеть. Вот прогон закончился, вот вставлены косточки, вот так они выглядят, прикольно всё. Главное быстро и без заморочек. Ну а теперь что можно сделать? Теперь можно вот это окно закрыть и потихоньку вот выделять допустим какие-то части и вот так уже здесь корректировать модельку. Ногу чуть-чуть вбок можно. Вот уже походка почти создана. Теперь руку можно выделить. Так, это я весь скелет выбрал. Вот можно выбрать эту руку. Переключиться на неё и вот так всё это дело допустим прибрать или вот так всё это дело назад перекрутить. Так же можно изменять позу головы. Тоже перекручивать можно её вот таким вот образом. Идёт гуляет гражданка. Так, здесь тоже можно немножко покрутить. Вот вы видите, что руки у модели должны быть раскинуты по плечам в разные стороны. Потому что если они вниз вот так опущены, видите, что цепляет именно полигон и вот так вот тянет его. Привязка идёт к этой части руки. Нехорошая штука. Вот так всё это дело тут происходит. Вот она теперь будет тянуть постоянно. Так, что ещё можно? Ну, можно посадить эту гражданку допустим на колени. Альт. Левая кнопка мыши перекручиваем. Выбираем, что мы хотим сделать. И вот можно это всё дело вот так вот изменять. Альт. Правая кнопка мыши это всё дело приближает, отдаляет. И альт. Зажатое колёсико. Вот так всё это относит по экрану. Это кто не в курсе. Так. Руку можно вот так. Сейчас можно это всё дело выбрать колени. И вот так всё это дело поджать. Также можно выбрать таз. Можно посадить персонаж вот так вот. Вот. Ну и немножко выбрав тело. Вот так вот. Так. Отключаем, выделяем. И теперь переключаемся, подтягиваем немножко. Вот так вот можно сделать прикольную позу. Ну и здесь тоже можно немножко поэкспериментировать. Вот так что-то выбрать. Ногу можно выше приподнять. Здесь ногу можно немножко перекрутить. Вот так. Ну вот уже, в принципе, подкорректировав, получится нормальная поза. Ну, словом, вот такая прикольная штука. Если вам нужно убрать кости и начать что-то делать заново, то опять же заходите в авторик, нажимаете вот урна, она удаляет весь процесс. И сейчас моделька станет на прежнее место в исходную позу. Вернемся в позу. И вот вы видите, что здесь можно разными руками отработать настройки. Здесь вот можно назад к телу возвращаться, брать любую косточку, здесь вот так вот выделять. И вот так вот уже двигать, чтобы там на модели не ловить ее. Вот можно выбрать шею. Выбираем, допустим, шею. И можно немножко ее тут покрутить. Вот так вот. Также можно выбрать ноги и подкорректировать левую, правую вот эту вот часть. Вот тут подкрутить ее можно. Вот так вот вывернуть. Ну, словом, прикольная штука. Главное, быстро. Все, всем пока. До свидания.